друзья всем добрый день сегодня у нас пятница 15 марта и я хочу с вами поделиться посылочкой таким хорошим настроением сама утра у меня здесь небольшой заказик я его не открывала хочу поделиться этой радостью с вами так что давайте я его сейчас за кадром открою и посмотрим что уже я заказала итак давайте я вам расскажу это все из магазина который находится на санкт-петербурге называется market wall и там был опрос такая вот миниру такой вот мини розыгрыш спрашивалась какого цвета пряжа и кто угадает ему подарят открыточки я угадала там была пряжа drops air коричневого цвета вот и в общем это две открыточки мне достались замечательная из того розыгрыша это авторские открытки вообще посмотрите какие они замечательные очень очень мне нравится вот ну в общем я не смогла уйти из магазина без покупок я говорила что заказала спицы это спицы номер три зинге мои любимые вот для хейворда теперь я смогу вам показывать его надлежащим образом то есть он уже не будет из-за лески такой волной будет очень красиво смотреться но и в общем давно у меня была мечта заказать спицы номер три потому что у меня есть они все такого старого образца они конечно все любимые но беда с лесками это конечно огорчает также я не смогла уйти без пряжи это пряжа опал хочу ее попробовать конечно там хотел два моточка это носочная пряжа давайте скажу цвет номер 2010 и это классический носочный состав 75 процентов шерсти 25 полиамид рекомендует производитель спицы два с половиной 100 граммах 425 метров в общем он такой красивый розовый неоновый я еще хотела салатовый но к сожалению не было в магазине в общем мы взяли с дочкой вот такой вот выбрали цвет на носочки на будущее правда очень скучаю по носочкам очень очень уже хочу их начать вязать также я взяла попробовать мыло видите натуральная стопроцентный органическая да то есть без всяких примесей ручная работа меня вдохновила на покупку мыла ольга я первого ей пришла посылочка но там конечно у нее раз большой выбор интересного мыла в общем я тоже решила попробовать для вязаных изделий взять мыло они жидкое средство как постирать вернее до мылом не жидким средством как я до этого дела и вот такой мне положили еще подарочек тоже мыльце форме сердечко посмотреть сейчас покажу она тут вот такое мыло еще вот так что это такая большая небольшая моя покупочка благодаря розыгрышу открыток я ушла из магазина с пряжей со спицами конечно же попробую замечательное мыло также я вчера буквально заказала пряжу хлопок в общем не смогла я отказаться от нее хочется мне вязать хлопковое изделие я посмотрела у меня есть бобинный хлопок вот ну а с моточным как-то немножко все скажем так плохо мне очень хочется белую футболку на лето в общем все расскажу вам попозже когда придет пряжа вот так что поделилась с вами радостной такой новостью своя покупка все таки покупки до поднимает нам настроение ну и давайте же перейдем кардиган ну я там значительно продвинулась покажу вам своим продвижение стараюсь вам показать его весь в кадре а он не помещается потому что уже очень длинный в общем тяжело мне его разложить но посмотрите насколько я продвинулась и я сегодня перенесла на спицы еще одним с дочкой она мне помогла примерить придерживать чтобы ничего не убежала я примерила мне этой длины вполне хватает до проймы то есть я уже могу поделить на полочке и вязать отдельно скорее всего я свяжу одну полочку посмотрю как смотрится и определюсь еще с количеством петель на плечевой шов да мне нравится очень как получается вот видите как продвинулась меня получила здесь 4 пуговки но кстати перед тем как разделить на полочки я хочу сделать вот здесь косичку до жгутик этот перекрестить а потом только начать делать убавки разделения да то есть я хочу от планочки не знаю наверно может быть петли 2 2 отступлю и начну делать убавки и скорее всего они еще будут изнаночными петлями потому что как понимается здесь как бы на изнаночной полотне идет весь рисуночек чтобы его не изменять до чтобы не шло здесь откуда ни возьмись две лицевые я буду делать убавки изнаночными петлями вот очень здорово получается повторюсь а узор можно взять на моем telegram канале либо забейте в поиске в гугле ажурные вера с косами и вам google выдадит эту схему она правда очень легко вяжется несмотря на всю объемность и мнимую сложность он легко вяжется этот узор поэтому вчера не снимала активно продвигала ну еще плюс там были домашние дела а сегодня план у меня не знаю получится или нет я вам вечером обязательно подключусь покажу в общем план на сегодня у меня связать обе полочки и спинку и сшить вот поэтому я очень надеюсь что у меня все получится суббота и воскресенье у меня тогда будут на рукава то есть мой такой мое такое желание связать его до понедельника а скорее всего сбудется очень на это надеюсь я постараюсь вот вечером покажу вам получилось или нет вот но еще хочу показать вам образец я тут внезапно поняла что я хочу изделие именно из этой конкретной ниточки и конкретно этим узором давайте с вами поделюсь вот такой образец я отвязала на спицах номер 4 я вообще когда вязала была искренне удивлена что я вяжу эту пряжу вяжу на спицах номер 4 потому что я ее вязала ранее на мельчих спицах у меня есть два изделия из пряжи это фибра натуро фибра натуро папирус замечательная ниточка цвет номер 229 13 такой вот нежный голубой здесь составе у нас семьдесят восемь процентов хлопок и 22 шелку очень нравится мне эта нить она очень нежная мягкая не знаете некоторые мне нравится этот эффект но как будто эффект такой у нее есть поношенности если присмотреться к моточку вот видите такие вот катышки да на ней есть некоторым это не нравится но я это люблю мне комфортно носить изделия из этой пряжи они мягкие у меня футболка и джемпер но повторюсь вязала я их на спицах меньше и дело в том что плотность моя очень и очень была раньше далека от идеала она и сейчас я не могу сказать что идеально но она сейчас меня больше устраивает чем когда-либо я конечно работаю дальше над этим вопросом ну давайте поговорим об образце это вот такой вот образец на спицах номер 4 я сначала связала лицевую гладь а потом узор которым планирую вязать это будет футболка регланом сверху рукава я сделаю лицевыми перед и спинка будут вот такими косами мне прям видится эта футболочка она получится универсальная также как и цвет да то есть ее можно надеть и к джинсам и к юбке мне кажется будет очень здорово выглядеть для лета самое то и удобно и комфортно и носки и также если подумать то можно не просто футболку от джемпер до связать с длинным рукавом вот так что после кардигана я планирую начать это изделие вот уже хочется вязать лето так что такие мои планы и новости на сегодняшний день желаю вам хорошего солнечного радостного настроения и хорошего дня мне тут случилась готовая работа это шаль которую я связала для своей сестры она только из как говорится из печи из-под машинки а цвет вам к сожалению передается неправильным бордовым он называется ягодный и я ее вязала из пряжи пехорка я до этого показывала в покупках что именно эту пряжу купила для шали для сестры и хочу вам показать что вот это все этикеточки это те ниточки которые у меня ушли на шаль то есть это 4 полных и 5 неполный моточек да я знаю что это акрил и до этого я вам рассказывала почему так почему акрил и спасибо большое за ваши комментарии и за советы какую пряжу можно использовать как альтернативу вместо акрила для чувствительной кожи обязательно в следующий раз мы сестрой рассмотрим вариант хлопка с кашемиром это будет менее такое колючая вообще не колючая а очень замечательное изделие из этой ниточки так вот давайте расскажу немножко про шарь я ее сейчас пойду отпарю и покажу вам как она смотрится в отпаренном виде посмотрите здесь я использовала другой край то есть мы когда вяжем перед нами вот изнаночная сторона изделия и если посмотрите у меня здесь две вид два вида лицевой петли здесь у меня двойная кромочная то есть когда мы две иглы вы выдвигаем от каретки противоположной стороны до от каретки в нерабочее положение потом у меня идет одна петля следующая лицевая которую я спускаю провязываю потом еще одна петля и здесь петля которая провязывается через протяжку то есть через одну ну то есть как бы как как при английской резинки до петля нижнего ряда вот прям видно что через протяжку я ее провязывала я где-то прочитал что можно тоже так попробовать сделать по лицевой стороне это выглядит вот так возможно и эту петлю которая лицевая тоже можно сделать протяжек тогда будет такая вот аккуратная красивая дорожка но мне нравится как получилось я сохранила до последнего прям перекрещивания до последнего бабочки эту всю конструкцию эти все петли вот так что я сейчас пойду ее отпарю и покажу во всей красе когда приближаешь что хорошо видно цвет хотя не очень семья отпарила шаль все смотрите как некрасиво смотрится не заворачивается край такой вот он утолщенный и фигурным посмотреть с другой стороны тоже как бы он красиво с изнаночной да он красиво выглядит и лежит можно тоже таким способом воспользоваться вот видите как красиво все здорово выглядит но это при близком рассмотрении тут хорошо кончик давайте чуть-чуть камеру сделаю пошире чтобы было видно и еще поговорим о нем вот немножко камеру сделала по-другому выглядит очень красиво а в отпаренном состоянии полотно струящиеся очень легкий получился считается сколько это у меня если ушло неполные 5 мотков то есть 250 грамм чуть меньше чем 250 грамм вязала на плотности номер семь у меня была упаковка этой пряжи то есть у меня еще 5 маточков осталось то есть еще хватит на такую же шаль вот ближайшее время отправлюсь сестре мои любимые кончики все спрятала уже нету нигде не видно ниточек все очень здорово вот так что записываю в тетрадочку готовых работ свою четвертую готовую работу это шаль если у вас есть вязальная машина за короткий вообще период времени вы можете связать себе шаль бактус и вообще к любому вашему образу в любом цвете здесь так же самое можно сделать и какие-либо узоры у меня есть одна идея если вдруг буду вязать еще шали хочу ей воспользоваться хочу по краю где у бабочки пустить рисунок вот ну попробую обязательно в следующей шале вот когда очень быстро вяжется изделие это не может не радовать с вами замечательной такой вот новостью готовым изделием вот кстати когда почему-то руку приближаешь убираешь проявляется этот ягодный цвет но надеюсь вы его заметили давайте покажу вам на какой стадии у меня сейчас находится крайне мечтала закончить его к понедельнику мне не получается в силу обстоятельств знаете как говорят хотите насмешить бог расскажите о своих планах в общем да я рассказала что я хочу его связать к понедельнику естественно все другие обстоятельства решились в этот процесс скажем так вмешаться но у меня есть одна полочка я ее уже отвязала здесь у меня сделал скос плеча петли оставила открытыми потом по открытым петлям спинки я пришью швом петля в петлю либо методом трех спиц с обратной стороны посмотрю в общем подумаю потому что если петля в петлю то получится здесь такая дорожка из лицевых петель мне как бы не очень хотелось бы наверное по изнаночной стороне провяжу все лицевыми петля имеется ввиду методом трех спиц лицевыми чтобы по этой стране было изнаночными и смотрелось гармонично в изделии планочку тоже не закрыла ее когда я закрою это количество петель до которой у меня здесь 39 и планочку продолжу вязать по спинке мне нравится как у меня получилось я здесь постаралась продолжить узор не стала скажем так заканчивать вот продолжила вот эту вот веточку мне кажется получилось очень здорово и интересно так что я вижу сейчас спинку и получается что у меня две веточки уйдет с этой стороны на плечевой скос из это эту часть я закрою и по ней оставлю открытой петли и пришью планки планку от двух полочек вот так что все равно я считаю что он быстро у меня вяжется да то есть выходные это всегда когда все дома это отвлекаешься это и хочется провести время с ними и готовка также меня вчера был в гостях племянник чему я очень рада посвятила практически весь день ему мы вдоволь начались поэтому вязанием кардигана не удалось на что я связала сестре шаль так что я вам желаю хороших выходных пойду вязать